И давайте мы посмотрим на одно место. Писание. И это у нас будет Матфея, 22 глава, 35-й, 40-й стих. И один из них, законник, не искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Такой грамотный вопрос, да, вообще? Потому что надо же ее исполнить однозначно. Иисус сказал ему, «Возруби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Здесь первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная идея, «Возруби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, на всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Давайте посмотрим Марка, 12 главу, 28-й, 31 стих. Марка, 12, 28-31. «Один из книжников, слыша их премия и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил ему, какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый». Да? Вот интересно, что здесь он начал сошмать и закрепить. «И возруби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоим, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная идея, «Возруби ближе на твоего, как самого себя». Иной больше из них заповедей нет. Луки, 10 глава, 25-28 стих. «И вот один законник встал и, слушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал, «Возруби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всей крепостью твоим, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Итак, первая заповедь, да, за нас, любить Господа, вторая любить ближнего. Все очень просто. Остальное – толкование о том, как это сделать. Но, несмотря на это, мы не должны игнорировать все остальные заповеди. Да? Как мы видим, что мы ответственны за также другие моменты, которые, ну, как бы, подходят под эту категорию, и Дух Святой нам дает силу исполнить эти заповеди. И Ешуа поднимает заповедь любви еще выше, и говорит об этом, как о новой заповеди. Очень интересно, да? Смотрите, с одной стороны, уже говорится о заповеди любви, но почему-то в Иоанна 13 главе, в 34-35 стихе, он снова говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга». Иоанна 13, 34, 35. То есть, с одной стороны, мы видим, что это заповедь старая, да? А с другой стороны, он говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Добавляется определенный критерий, который определяет, что такое любовь. Потому что понятие любви, это также очень интересное понятие, да? И, ну, как бы, можно построить голову на том, что такое любить. Согласен, правильно? То есть, для кого-то любовь, это, знаете, как говорят у нас, бьет, значит, любит. Ну, типа, я вообще не знаю, что это должно было быть, что так сказать. Но, понимаете, да? Это уже ударили. Это уже ударили, да? И следствие удара. Любит. То есть, как бы, ну, и шо показывает стандарт? «Так, как я возлюбил вас, так и вы на любви друг друга». Как он возлюбил нас? Ну, вы понимаете, что сама смерть, как такова, она не решает всех вопросов, да? Или нет? Мм? Чем? Нет, нет. Без любви. Мы читаем 1 Коринфянам 13 главу. Глава посвящена фактически вопросам любви. Да? Там описывается критерий, какой, собственно говоря, должна быть любовь. И мы можем увидеть, что перечисляются там очень хорошие вещи. Давай так, слайд. 13 глава. Коринфянам. Сейчас. Попал. Хотя, если написано там, что в божестве не видишь, кто-то божестью положит. В божестве. Читаем. Можешь, да? Да, прочитаю. Любовь долго терпит, милосерствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не кордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, астрадуется истиной. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все предназначает. Любовь никогда не перестанет. Я, короче, что прикатясь, из-за чего можно знанием произносится. Вообще, давай так вот, смотри, с первого, да, посмотри. 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвол звучащий. То есть, смотрите, если я говорю языками человеческими, да, то есть я знаю человеческие и ангельские, а любви не имею, то я похож на мелочь, которая звенит в кармане или кимвол, который звучит, то есть вдруг барабан. Если имею, да, пророчество, да, у меня есть дань пророчества. На секундочку. Не, я не придумал, что у меня есть дань пророчества. Понимаете, да? Знаю все тайны. Ну, я же не просто умный, я знаю тайны. И имею всякое познание, не просто познание, а всякое познание, различное, в разных сферах. И всю веру. На секундочку. Да? То есть это же какой-то супермен просто. Так что могу и горы переставлять, и они имеют любви, то я ничто. Ничто на оригинале написано. И если я раздам все имение, это все сильнейшие поступки, Адам тело мое в насажении. А я любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Потому что дальше там перечисляется. То есть заповедь любви, Ишуа поднимает так же на более высокий уровень. Потому что если бы он не имел любви, и отдал свое тело на крест, да, это так же могло не считаться. Внутреннее состояние, оно занимает большую часть важности внутреннего состояния. Потому что все остальное, что мы имеем, это как дар от Бога. Откуда я взял пророчество? Мне их Бог дал. Да? Откуда я познал тайны? Бог мне открывает эти тайны. Откуда у меня вера? Бог научил меня ходить по вере. Понимаете, да? То есть это та часть, которая пришла от Бога, когда... Но! Даже тело мое, это... Я ему не... Ну... Бог мне дал такое тело, да? Бог меня создал. И здесь обращается внимание на внутреннее состояние человека. Мы говорили, что мы не находим в Танахе какие-то упоминания о том, что возлюби Господа Бога, как Израиль, например. Как я люблю Израиль. Но здесь Ишов говорит, как я возлюбил вас. Можете себя в какие-то моменты, когда хочется позлиться, вспоминать об этом. О каком-то человеке. Люблю ли я его, как любит меня Ишов. И 1 Иоанна, 2 глава, 7-11 стих. Иоанн объясняет это. Возлюбленные, 1 Иоанна 2, 7-11. Ишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели так начало. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том, и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Видите, да? Я пишу и старую, и при том всем и новую заповедь. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Объяснение заповедей о любви, что подымали на боже высоких уровнях. Запомнили, да? Хорошо. Итак, мы знаем, что Новый Завет различает заповеди для евреев по закону Моисея, и заповеди универсальные для всех. То есть, так называемые семь заповедей Ноя, да? Уверовав Мишуа, евреи продолжали жить еврейской жизнью. Мы это понимаем, да? А неевреи были свободны от этого. Особенно мы можем это увидеть, если мы почитаем Деяния 15-го года. Это пример власти связывать и развязывать, то есть, в каком-то смысле устанавливать Галаху. Мы понимаем, что два народа, два вида людей, можно так сказать, становятся одним народом. И мы понимаем, что мы как личности мы формировались под воздействием какой-то культуры, в которой мы росли. Да? Скажите, остаются ли евреи евреем, если он не соблюдает еврейские забороны? Да. По Талмуду еврей остается евреем, даже если он неверный еврей. Даже если еврей воспитывается в нееврейской среде, он по-прежнему все равно обладает еврейским призванием, так как призвание это непреложно, то есть оно не может быть отменен Богом. Ни коммунизм, ни адрес, никакие другие измы они не лишали еврея своей национальности. Да? Даже если сами евреи отказывались от этой национальности, все равно ее напоминали периодически. И чтобы принять свое еврейство, можно двигаться самыми разными путями. Один из путей это отождествление себя с этим народом. Это тоже очень такой интересный момент для каждого из нас. Еврей, который ассимилировал, ушел уже как бы от всего всего. Нужно ли ему каким-то образом отождествлять себя с еврейским народом? Как вы думаете? Нужно? Если нужно, то зачем? Мы только что прочитали, что даже если он живет в физической среде, он делает призвание не А какое это призвание? Вот это из христианин не свещество есть как других народов женщин послушают Бога. А если он христианин еврей? Нет. Ну можно и нет, а с евреями нужно. Признание скорее нет. Какое призвание? Насчет кого сказано? Насчет Израиля. Насчет Израиля. Насчет священников порока. А Исаия говорит, за полотнему гею 10 тысяч. И? Вот его нужно на даже взгляд. Как минимум у него должна быть пола. Сыцид должен быть. Сыцид хорошо. Вариации еще? Я где-то да. Я слышал, у евреев есть такая утренняя молитва «Спасибо тебе, Господи, что ты не сделал меня не евреем». «Ты не сделал меня не евреем». То есть он должен прожить день и доказать свое еврейство. В исполнении заповедей наверное. Просто тебя родила мама еврейка это ни о чем еще не говорит. То есть если он любит то он говорит о том что и соберу вас и будете жить на земле которую я не давал вам я так думаю что это призыв ко всем евреям значит возвращаясь на свою святую землю наверное ему нужно будет вернуть и пропус покрыть а у сфальц шайбер контроль Давайте поразмышляем, вопрос очень непростой, да? При всей простоте вопроса он очень непростой. Но с одной стороны написано, что для писания приложены. Да, слышали. С одной стороны у нас был брат, прилавский его, и он проведет такое место писания, где написано, когда заголовные вошли в этом, и там 60 тысяч, а несколько миллионов осталось на миллионе. И именно те, что были, которые написаны, и весь Израиль выше. Но где там осталось до миллиона. Хорошо. Саша, какой был вопрос? Да. Чему-то? Чему-то? Мой ответ? Ну вот подумайте о том, к чему мой ответ. Нет. К этому вопросу, читается ли еврей, если там верят, пишу, не верят, есть об отречисляться или нет. Смотрите, простой вопрос. Он считается евреем, мы поняли это. Вопрос от отречисления. Смотрите. Я еврей, допустим, да? Я живу себе по жизни, был в Советском Союзе коммунистом, сейчас не коммунист, сейчас я там никто. И меня пригласили, например, в харизматическую цепь. И я покажался. Да? И тут я пересекаюсь с мессианскими верующими, которые говорят, ты еврей, ты должен отождествить себя с еврейским народом. А я спрашиваю, зачем? Всю жизнь моя бабушка жгла документы и прятала эти справки, платила деньги, чтобы я не был евреем. Зачем мне снова показать свое еврейство? Скорее всего, для того, чтобы они увидели, что еврей служит Ишума, что он проживает Ишума, и он послужит помощь для спасения своих родителей. Также он очень редко понимает, что есть предназначение в планах Израиля, что исторически у Бога есть определенные планы, связанные с землей Израиля и связанные с народом Израиля. И в том, что он непосредственно принимает джахты. И в чем заключается этот план? В том, чтобы восстановить еврейский народ на земле, обещанный Богом этому народу. И когда еврейский народ воззовет во время грядущего имя Господня, будет пришествием Шииха, то это будет народ, который будет правящим народом над царством Шииха. То есть не в этом еще завершение? Или не завершение, но исполнение пророчества? Исполнение пророчества. Да, пожалуйста. Что-то вы как мышки заволчали? Я думаю, что это будет возвращение еврея на древние пути, о чем призывает Господь. То есть это проявление верности. Верности Богу. У кого еще какие мнения? Многие, допустим, евреи, вот сейчас многие евреи стоят в руководстве не еврейских церквей, там пятидесятнических, хализматических, но исполняют они по-любому. Давайте решим. Выслать всех в Израиль. Выслать. Серьезно. Просто высылал их всех. Куда угодно, в другую сторону. Просто был очень короткий такой... Перед, вы, может быть, не знаете, но перед Отечественной войной был очень короткий период, когда Германия разрешала евреям уехать и поощряла этот уезд. Но, не послушались, уехало очень мало, всего лишь несколько тысяч человек, хотя на самом деле это был реальный шанс. Это был просто, да, вообще конкретный шанс, но, увы-вы. Хорошо. Кто как еще думает? Не, они забирали. Сначала было просто, можно было уехать. Потом они сказали, можно уехать, но без денег. Пожалуйста. Оставьте, да? Что делать? Нужно опять же встать. Нужно опять же встать. Как? Развуком. Развуком. Вы молодцы. Вы молодцы. Смотрите, отожестить себя можно по-разному. Можно, например, обрезаться, одеть сюртюк, отпустить там, пейсы, цицид, рекать вот это вот, знаете, там, и кашрутом всех мучить и так далее. Нет. Почему нет? Почему? Все. Все. Ты зайдешь в автобус и все скажут, смотрите, жид зашел. По-любому. Да. Вот это мощное такое-то ощущение. Даже если ты не жид, ты не будешь по-любому жид. Если ты встречаешь с кинхедовцем, не важно, что ты украинец. Просто оделся так на праздник. Да. Можно, допустим, поцелить Могин Довид на шею, звезду Давида на шею. Можно кинку одевать тихаря дома перед зеркалом. Можно шаббат праздновать. И все это будет отождествлением. Да? Как можно сделать? Ну, еще. По-разному, да? Как же лучше сделать это? Да. Самое главное, думаю, не противоречить тому, что ты не еврей. То есть не отвлекаться от этого. Когда люди будут спрашивать, ты не еврей, ты веришь в Иешуа, ты и служишь Богу, чтобы не уходить с этого вопроса и запернуть в те действительные игры, то так и говорить, что я еврей, которая принимает Иешуа. И своей жизнью, то есть, богатность послушания Богу. Кому? Кому. Ты скажешь еврею, что ты веришь в Иешуа, а с тобой перестал вообще разговаривать? Кто-то перестанет, кто-то перестанет. То есть, для некоторых это будет вводиться откровение, что вот здесь и весь, значит, я тоже был Иешуа. Угу. Скажите, пожалуйста, чем отличается верующий еврей от верующего нееврея? Тем, что он не еврей, а этот не еврей. Ну, есть ли какое-то различие? Перевод по нам. Еще раз. У рожденного свыше еврея и у рожденного свыше, например, украинцев. С чем же? С чем же? Сначала. В первый раз за три дня можно хлопать. Ну, во-первых, ну, это из-за того, что мы в прошлом году получили с Игорем Ивановичем, что отторжествение – это принятие заповедей, исполнений, которые, ну, с собой несут благословение и проплятие. Это, то есть не мы говорим, вот мы, Израиль, язычный, да, церковь, говорит, что вот мы, Израиль, Бог заменил церковь на Израиль, и теперь мы есть Израиль. Но они, как бы, принимают этим благословение, а проклятие не получают, когда говорят, вот, будет тебя благословлять, так как там, то это относится к нам, к церкви, а когда говорится о проклятии, то это только в Израиль. Теория размещения, да? Да. И? То есть мы себя можем… еврей может себя отторжествить, когда он будет принимать и то, и другое. И, как бы, что ещё, быть ответственной за все свои поступки и, ну, как бы… Спасибо. Олеся, что ты думаешь? Я думаю, что сектор газа должен быть наш. Руки проще талантских услуг. Хорошо, чтобы не было микрофона. Я с тобой согласен. Теперь скажи, что ты думаешь о микрофонах. Ну, на самом деле… На самом деле, да. Скажи, что ты думаешь. Я думаю, что… Ну… Я думаю, что… Я думаю, что… Витя говорит нам о том, что Бог заключил из Израильный завет. Завет о земле, которая должна принадлежать Израилу. И поэтому, ну, в моём понимании, вот, часть… Это же изменение своего… С израильским народом. Это всё-таки… Ну, как бы… Восстановить, может, для себя, вот эту часть. Или это то, что… Землю восстановить, да? Да. Потому что… Туда должен прийти шум. Угу. Ну, и поэтому я, как бы, знала, что нужно руку нашу. Даже связать себя с израильским народом. Есть… Угу. Более… Ну, там… Угу. 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 Как мы видим это понятие любви. Кто такой духовный Израиль? Победитель. Просто перевод как-то слово. Буквально. Христос пришел. Боролся с ангелом. Теперь имя Израиль. То есть победитель. То есть Израиль как-то был. Ты говоришь о имени собственно человека, да? Хорошо. Как это относится к нашему вопросу? Еще раз смотрите вопрос. Я хочу чтобы мы порассуждали. Включайте все что вы знаете. Вы знаете много. Давайте сейчас попробуем узнать. Приходит человек в церковь. И он оказывается евреем. Допустим, его бабушка и дедушка заплатили большие деньги, чтобы перестать быть евреем. Но он знает о том, что на самом деле он не просто русский. Понимаете, да? Вот у меня есть один друг. Когда-то его привел к Богу. Он еврей. И очень интересно, что там года три я с ним работал каждый день. Видел его. Он был таким очень близким другом. И другие там рабочие говорят мне. Вот Дима он еврей точно. А я тогда вообще не врубался во все эти истории. И говорю, да нет. Подхожу к нему и говорю, ты кто по национальности? Он говорит, русский паспорт. В паспорте написано русский. Я говорю, он русский. А у него такой шнобель, знаете, все нормально у него там конкретно. Мышление нескандартное совершенно. Совершенно. Думаю, русский. Но я же не знал этих историй. Знаешь, что в паспорте написано русский. В паспорте это написано. А фамилия его там дедушки. Там какой-то Аргадзонов там какой-то там. Ну я не помню точно. Но как бы та еще фамилия. Года три он. Вот мы были вместе. И читали, молились. И он не говорил о том, что он еврей. Потом как-то я вот случайно там. Он с такой неохотой об этом говорил. Понимаете, да? Верующий рожденный свыше человек. И прошло достаточно много времени. Он уехал вот в Америку сейчас. Мы периодически с ним общаемся по скайпу. И я его как бы вот на эту тему расширяю. И он сопротивляется со всех сил. Я говорю, какая разница? Какая разница? Какая разница? Зачем мне киплась? Зачем мне... Я не вижу претензий. Я не вижу причин. Я не вижу, что Бог хочет от вас от меня. Вот что бы вы ему сказали? Честно говоря, я как бы на своем примере с фактом, что в свое время у меня у папы мама еврей. И в свое время... Может быть, пожалуйста, красавицы? Может, я не хочу? У нас были документы, и мой папа, как бы это все время отказался, но... Да мы стали... Ввиду того, что он женился на маме, которая была... Ну, она в Украине... Ну, так, отчасти, скажем. Но не в этот вопрос. Она из семьи христианской. И в конечной методе с Аллату и папа тоже поверил. Да мы стали расширять свои понимания о том, что такое Израиль. Откуда мессия? Куда он должен вернуться и как это должно произойти? Ну... 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 Понимание, в чем оно заключалось? Плюс, что мы евреи, и что это значит? То, что наш мессия, он в времени. То, что он должен вернуться на Сеону. То, что оттуда там должно формироваться государство, которое будет центральным для всей планеты. И то, что там произойдут центральные события, которые уже будут, ну... Финальными для... Финальными для всех. Финальными для всех. Угу. Смотрите. Можно подойти к этому вопросу по-разному. Спасется ли еврейка в церкви, если он не отождествит себя с народом Израильским? Спасется. Спасется, да? То есть мы говорим о том, что отождествление, оно не влияет на спасение. Правильно? Ну, мы понимаем, что спасется он не благодаря своему отождествлению с Израильским народом, а благодаря отождествлению с Богом Авраама, Исаака и Якова, да? Потому что, фактически, вступая в Новый Завет, ты, ну, в каком-то смысле отождествляешь себя с этим народом, да? То есть ты разделяешь судьбу еврейского народа. Ну что? Другой человек. Мы входим в Завет, который был заключен с домом Якова, да, домом Израиля. Мы разделяем этот Завет, допустим, как украинцы, как русские. Мы становимся соучастниками тех благословений, которые были обещаны еврейскому народу, да? То есть, и здесь вопрос в том, как выглядит твоя жизнь внешне. Правильно? Мы видим, что внешне она должна выглядеть в соответствии с заповедями любви. Мы говорили это, да? И внешне, и внутренне. В первую очередь даже внутренне и внешне. То есть, ну, если есть внутренне, то будет внешне. И здесь мы понимаем о том, что мы можем послужить еврейскому народу, если мы можем, так сказать, будем говорить языком этого народа. Да? И здесь иногда в мессианских общинах начинаются приключения. Потому что я сам переживал такие вещи, когда, допустим, ну, там, общался с одним человеком. Он не чистый еврей, там, у него папа еврей, и кто тоже там наполовину еврей. Но он себя так мощно отождествил с еврейским народом, что все остальные у него были людьми второго света. Даже верующих. Да. Звесту поймал такую вот еврейскую. Вот еще тот. Это было так. Ведь мы, великий еврейский народ, есть они. То есть, они – это церковь, понимаете, да? Они – это вообще все остальные. И вот эта вот гордость, она, я вам скажу, она ранила очень сильно тех верующих, из других народов, которые пришли. Понимаете, да? Когда он там подчеркнуто там одевал кипу, когда он подчеркнуто там на шаббате какая-то там, знаете, как бы там, допустим, если там не две тхалы, там, например, не покрыты салфеткой, там, у него там уже там, а вы знаете, ну, принято там две тхалы, там, та-та-та-та-та-та-та. И те, которые приходили из язычников в мессианскую общину, слушали, что евреи, понимаете, да? Это ж как бы надо прислушиваться, это ж так наставляет дух. Вот, на самом деле, друзья, для себя я имею простое откровение. Так, как говорило написано в Писании. Если ты призван рабом – оставайся рабом. Можешь освободиться – освободись. И я увидел для себя такое понимание. Если ты призван украинцем – Господь, оставайся украинцем. Не превращай свою жизнь в страстное приключение непонятно чего. Если ты призван евреем – будь евреем. Но тот и тот, он будет ответственным перед Господом. Да, есть Хожий Панда и Израиль. Да, есть определенное призвание. Но и для всех верующих, кто входит в Новый Завет, это призвание есть. Вы понимаете? И здесь важно понимать, что мы в своем сердце, в своем отождественнии не должны доходить до крайностей. Не должны брать голову, не ладь его главою всего служения. Допустим, мы у нас в общине стараемся иметь определенные моменты, которые показывают наше отождествление с еврейским народом. Что это? Мы одеваем, допустим, кипы, мы празднуем праздники, мы поем песни на Эмите. Это часть отождествления. Но если мы сделаем это основой нашего служения перед Богом, у нас будут проблемы. Понимаете, да? То есть отождествление ради вот этого драйва религиозного это неправильно. Это уводит от основной цели. Это уводит от основной цели. Пожалуйста. Мне все-таки непонятно, может я что-то прослушала. Мы говорили о том, если он еврей, который… Да, слушай, мне хорошо надо. Если все-таки он еврей, но на самом деле Батвас, который он украинец, нужно ли ему… отождествить себя и показать это. Я вам скажу так, что я думаю, что это личное решение каждого человека. Это личное решение. Ну, смотрите. А если ты еврей, и ты не знал об этом? И никогда не узнал? А потом узнал? А потом узнал? А потом узнал? А что делать? Я думаю, что лично зависит от человека. Я объясняю, нужно ли ему это в дальнейшем? Нужно, не нужно. Я думаю, что надо помолиться. В любом случае, узнав это, это должно поменять определенное твое личное отношение относительно Израиля и еврейского народа. Желательно, если оно будет поменено в правильную сторону, а не с превозношением. Но главное, Rhonda, мы можем повернуть! Аминь! Обратнемся, например, его одеться. Аминь! Выкрутили, секунь. У нас всё. Внешнее отождествление. А каким может быть отождествление? Оно может быть внутренним. Может быть внутренним. Например, во времена отечественной войны ты мог быть коммунистом, но внешне партийный билет закопать деньгать в огороде. Правильно? То есть внешне ты не показываешь это, но внутренне ты все равно убежденный коммунист. Есть, да, Мамин? То есть ты можешь оточистить себя с еврейским народом в силу каких-то там моментов, но не показывать внешне это, да? Но естественнее, когда это происходит и с внешним отождествлением. Это естественнее. Внутренняя связь с этим народом. Ну, посмотри, то есть как бы я говорю о том, что это мой народ, о том, что я еврей. Даже если меня спросят, я, может быть, скажу, ну, в зависимости, во время войны я скажу, что я цыган, да? Но внутри я буду знать, что если придет шаббат, то я захочу пойти на шаббат. Если где-то там вот группка евреев, я хочу быть с ними. Почему? Потому что внутренне это мой народ, это беспокоит. Судьба его меня беспокоит. Я, знаете, как бы это, как мы отождествляем себя со своей семьей? Мы обращаем, можно так сказать, больше внимания на них, да? Мы обращаем своих действий больше. Мы заботы больше служим и так далее, и так далее. Когда ты отождествляешь себя с еврейским народом, ты понимаешь, что этот народ имеет нужду. Он имеет, ну, как бы, незаконченные вопросы. Ты хочешь помочь больше, да? Это тебя беспокоит. Ты хочешь поделиться тем евангелям, которые ты знаешь, как верующий еврей, со своим народом. Ты хочешь, чтобы они тоже знали. И видишь, что есть еще Божий порядок. Что в первую очередь нужно поделиться с ними. Потому что от них все исходит, от них все, ну, как, да? Они сохранили для нас то, что мы их наследие, их не. Мы отождествляем себя с этими корнями и так далее, и так далее. То есть, и ты направляешь свои усилия. Поэтому ты можешь одеть кипу, да? Почему? Потому что это поможет тебе в разговоре с ним. Кипа — это галаха. Ношение кипы — это галаха. Нет такой заповеди, чтобы вы знали. Вот. Хотя уже, как бы, это введено в разряд заповеди. То же самое. Ты начинаешь праздновать шаббат. Ты зажигаешь эти две свечи, которых тоже нет в Писании, да? Ты достаешь две халы, которых нет в Писании. Ты молишься молитвами, которых нет в Писании, да? Ну, ты молишься, благословляешь хлеб, благословляешь халы. Мы же не видим где-то в Танаке четкой вот такой вот системы, да? Благословенный Господь, Бог, Царь, Силеный, да? Уже там плотно на градо глазы. Мы не находим такой молитв. Но при всем том, мы делаем определенные действия. Мы понимаем, что если еврей сюда придет, а он туда спокойно придет, если вы ему скажете, ну, мы празднуем на рашу ба. Вы можете с ним говорить. Аминь. Хорошо. Давайте сделаем перерыв и продолжим дальше. Спасибо. Спасибо.